Привет друзья! Сегодня в обзоре часы Casio Модель называется WS1200H3AV В цвете хаки Часы в корпусе диаметром 44 мм Толщина корпуса 12 мм Пластиковый корпус, акриловое стекло Резиновый ремешок Пластиковая скоба Вот эта часть тоже пластиковая Вот так выглядит задняя крышка Теперь возвращаемся к лицевой панели Циферблат разделен на две части В нижней части часы, минуты, секунды, день, недели, месяц, дата В верхней части мы к этому еще вернемся Вот это индикатор фаз луны И дальше по функциям Кнопкой мод измеряем режим Вот это режим Время благоприятное для рыбалки В данном случае высвечивается время 6 часов Это пятый уровень Это когда время благоприятное для рыбалки Соответственно мы можем посмотреть 6 часов, 7 часов, 8 часов Уже не очень благоприятное Вот это индикатор фаз луны Также мы можем посмотреть Возраст луны 6 суток и 6 десятых Следующий режим Секундомер Секундомер с точностью 1 сотая секунды С промежуточным результатом Здесь в качестве индикации используются рыбки Те же самые Вот промежуточный результат Продолжаем Стоп И сброс Следующий режим Таймер до 24 часов Таймер обратного отсчета Полезная функция Отображается внизу текущее время Такое бывает далеко не всегда Эта функция полезна Три будильника Первый, второй, третий Вот это индикатор ежечасного сигнала Колокольчик указывает, что он активен Будильник достаточно интересный Потому что мы можем установить время Также мы можем установить месяц Например, 12 месяц И весь 12 месяц То есть в декабре Будильник будет срабатывать в заявленное время Также мы можем установить Конкретную дату срабатывания будильника Что является интересным Если мы оставляем эти поля пустыми Как в данном случае То мы имеем ежедневный будильник Вот это режим снуз То есть будильник с повтором Когда каждые пять минут Будильник повторяет И так семь раз подряд Уберем все это И Dual Type То есть второй часовой пояс Сейчас покажу часы на руке И посмотрим на подсветку Вот так часы выглядят на руке Мое запястье 18 см Часы легкие Порядка меньше 50 грамм Весят Я не стал измерять Там что-то около 46 грамм По-моему Удобные Легкие Теперь смотрим подсветку Достаточно простая подсветка Один светодиод С левой стороны Освещает весь экран Модель недорогая Стоила меньше 30 долларов Модель заявлена в конце 90-х года Появилась продажа только в 2020 году На этом обзор заканчиваю Ссылку на часы оставлю в описании Не забудьте нажать колокольчик Если не хотите пропустить новое видео Всем спасибо Пока До новых видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok